Вы, скорее всего, уже задумывались о том, чем же по звучанию поп-трек отличается от других направлений музыки. Почему такие треки очень популярны и они везде звучат одинаково хорошо? В чем же секрет таких работ? Как получить в своем миксе вокал, который будет звучать на переднем плане? Что нужно учитывать во время сведения, чтобы получить такой микс? Именно в этом курсе вы точно получите ответы на все эти вопросы. Здесь раскрыты секреты профессионального подхода к сведению поп-музыки. Вы уже заинтересовались данным курсом? Тогда мы хотим предложить вам чуть ближе ознакомиться с некоторыми фрагментами из данного тренинга. Присаживайтесь поудобнее и просто смотрите. Полное описание данного курса вы сможете найти в нашем паблике для платных курсов. Просто перейдите по адресу MB-курсы и лучше ознакомьтесь с содержанием данного обучающего материала. Мы настоятельно рекомендуем смотреть данный курс даже тем, кто работает в смежных направлениях музыки. Ведь здесь раскрыты секреты сведения, которые подойдут к максимально большому количеству жанров. Если вы точно решили приобретать наш новый видеокурс, напишите нам об этом в группу MB-курсы в графу сообщения сообщества. И уже совсем скоро мы вам поможем легко осуществить заказ. Спасибо вам за поддержку нашего сообщества. С уважением, команда Музбизнес и лично Армен Абачан. Загружаем сюда файл, который до сведения у нас было. Включаем его и поехали. Было вот так. Получили вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, наша задача уже сделана. И давайте не забудем сделать на мастер-шине дизеринг. Для этого нам нужен любой дизер. Рекомендую дизеринг от компании Zato, потому что оно работает великолепно. И очень много мастеринговых студий тоже используют данный дизер. Что мы делаем? Мы открываем Изотоп Озон 7. Включаем режим дизерингов. Вставляем 16 бит, потому что будем экспортировать в режиме Wave 16 бит. Почки нуждаются в ультра-низах. Добавляем сюда Waves плагин Airbus. И можно вот так. Отлично. Сделаем snare потише. И рум. Рум барабана сделаем тоже потише. Отлично. Посмотрите. Скучный родос превращается в стереоинструмент. Вот видите, сейчас без обработок он в центре конфликтует со всеми инструментами. Убираем с центра. Все, конфликт исчез. Убираем с центра. Следующим шагом будет получение слэп-дилея данного вокала. Слэп-дилей это обязательный процесс для получения ширины вокала. Я использую стандартный протулсовский. Здесь есть плагин Picture, в который входит уже канальный дилей. Левый и правый. Отключаю линк и делаю задержку левого и правого канала. Смотрите, как это улучшает звук. То есть, в плане стереопространства. Получается, некий хорус такой. Получается, более широкий. Делаем partition. Добавляем то же пространство вокала. Добавляем то же пространство. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...